Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 16 октября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Растеневодов заставят регистрировать урожай с каждого поля. Животноводы получат субсидии на корма. Цены на зерно за границей растут в три раза быстрее, чем в России. Эти и другие новости далее в выпуске. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до 9-летнего максимума. Зерно с протеином 12,5% в глубоководных портах стоит уже 312 долларов за тонну. Это рекордный уровень с августа 2012 года, отметило агентство Совекон. Правда, российским растеневодам от этого повышения ни холодно, ни жарко. Рублевый рынок остается стабильным. В европейской части России пшеница третьего класса стоит 15 025 рублей, четвертого класса ровно 15 000 рублей, пятого класса 14 375 рублей за тонну. Все цены указаны без НДС. В глубоководных портах пшеница немного подешевела. Она торгуется от 16 000 до 16 600 рублей за тонну. Совекон отмечает, что спрос относительно слабый, поскольку мало форвардных продаж, плавающая пошлина растет, а рубль укрепляется. Трейдеры в этих условиях рисковать не хотят. Правительство результатом регулирования рынка довольно. На этой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников с удовлетворением отметил, что благодаря пошлинам цены на зерно в России растут в 3-4 раза медленнее, чем на мировом рынке. С февраля в мире пшеница подорожала на 14%, а в России всего на 4. Ячмень увеличился в цене на 30% в мире и только на 8% в России. Еще один положительный эффект от пошлины, по словам Решетникова, заключается в том, что бюджет уже заработал на таможенных отчислениях 42 миллиарда рублей. Эти деньги обещают вернуть агропромышленному комплексу в виде господдержки. Правда, пока премьер-министр Михаил Мишустин направил аграриям в виде субсидий на тонну произведенного зерна лишь четверть этой суммы – 10,4 миллиарда рублей. Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приняли добровольное решение сдержать цены. Стоимость азотных и фосфорных удобрений будет заморожена до 31 декабря 2021 года, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. По его словам, аграрии приобрели уже 90% от объема удобрений, необходимых в этом году. На осенние полевые работы аграрии обеспечены полностью и, чтобы избежать пикового спроса, многие начали заблаговременно покупать азотные удобрения на весну. Химзаводы приветствуют эту тенденцию и со своей стороны продлевают действие соглашения о сдерживании цен до конца этого года. Напомню, что буквально неделю назад министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обещал ввести пошлину на экспорт минеральных удобрений, если не удастся договориться с производителями о приемлемых для растеневодов ценах. До конца года федеральный бюджет выделит 10 миллиардов рублей на поддержку животноводов. Деньги пойдут на компенсацию затрат при покупке кормов, сообщил министр Дмитрий Патрушев во время заседания правительства. Эта субсидия – одна из мер, которые должны облегчить положение животноводов в связи с ростом цен на все сельхозкультуры. Патрушев заявил, что по некоторым позициям комбикорма с начала года подорожали на 50% и более, что сказывается на стоимости продукции животноводства. Правила предоставления субсидий пока не объявлены. Друзья, среди наших подписчиков есть много тех, кто занимается молоком. В эту среду, 20 октября, в Краснодаре пройдет выставка «Прибыльное животноводство», где наш издательский дом проводит конференцию «Умная ферма. Как сделать молочное производство рентабельным». Мы приглашаем вас на это мероприятие. Уверена, оно будет для вас полезным, ведь центральным спекером на нем выступит человек, который стал авторитетом, пожалуй, для всех молочных хозяйств Юга России. Это Павел Александрович Носоленко, директор учебно-опытного хозяйства Краснодарское Кубанского государственного аграрного университета. Ждем вас 20 октября. Все подробности в описании к видео и по телефонам. На этой неделе в Ростовской области состоялось большое событие для всех поклонников техники «Масси Фергуссон». Компания «Агродрайвер» – официальный дилер техники «Масси Фергуссон» открыла первый в Ростовской области дилерский центр. Мощный склад запчастей, современный ремонтный цех и, конечно, просторная площадка для знакомства с техникой. «Масси Фергуссон» становится еще ближе к сельхозпроизводителям «Дона». В этот год любые строительные работы оказались не такой простой задачей – от продорожания материалов до дефицита этих материалов. И только благодаря усилиям команды нашего дилера мы и наши клиенты смогут обрести действительно уверенный сервис, хорошую команду профессионалов и площадку, которая позволяет выполнять все виды работ. Она настолько продумана, я призываю вас действительно посвятить внимание площадке, потому что очень редко ты видишь действительно продуманный дилерский центр, который имеет все – от зоны приемки с возможностью мытья техники, что для нашего бизнеса, наверное, не такая очевидная вещь, до полноценной ремонтной базы». Во время церемонии открытия дилерского центра гости могли увидеть три модели тракторов «Масси» и «Фергуссон» – МФ-6713 мощностью 130 л.с., МФ-7724С мощностью 240 л.с. и супермощный МФ-8737С – 370 л.с. Вниманию также были представлены дисковая сейлка «Маттер Мак МС-8100», культиватор «Челленджер» 5730, а вот тяжелый дисковый лущильник «Экситан Т-60» компании «Грегори Бессон» можно было посмотреть в работе на поле. Система прослеживаемости зерна начнет работу в тестовом режиме с 1 июля 2022 года. Это следует из постановления правительства, которое на днях подписал Михаил Мишустин. С 1 июля по 31 августа 2022 года сельхозпроизводители смогут в добровольном порядке вносить в систему данные о сборе зерна и масличных. Хозяйством нужно будет указать место выращивания урожая, площадь поля, с которой он собран, вид права на участок, собственность, аренда, субаренда, наименование культуры, ее масса в день уборки, место хранения урожая. При формировании партии зерна на продажу хозяйством, чтобы оформить тарварно-сопроводительные документы, нужно будет указать культуру, ее массу, информацию о потребительских качествах, назначение партии на хранение, переработку или вывоз территории России, а также сведения о грузоотправителе, грузополучателе и перевозчике. С 1 сентября 2022 года внесение этих сведений станет обязательным. Необычный инцидент произошел на севере Ростовской области. Комбайн, убиравший подсолнечник в Шолоховском районе, подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Взрыв провредил заднюю часть техники, включая измельчитель и решетный стан. Механизатор Андрей Волынкин не пострадал. Мужчину оглушило, но он смог выбраться из кабины и отойти на край поля. Землю, на которой сработал снаряд, обрабатывает одно из хозяйств холдинга «Светлый». Близкий к холдингу депутат Госдумы Николай Гончаров рассказал, что взрыв произошел рядом с полем, которое не обрабатывается с советских времен. В войну там было минное заграждение. Работники «Светлого» сотни раз находили снаряды, но таких до сих пор не встречали, сообщил Николай Гончаров. По традиции закончим выпуск на позитивной ноте. На прошлой неделе в арктическом теле Якутии провели эксперимент. Около тонны картошки сбросили с кукурузника Ан-2 на парашютах. Идея десантировать корнеплод принадлежит компании «Якут Топ Торг», которая снабжает продуктами питания населения в труднодоступных поселках. Раньше овощи и фрукты доставлял вертолет Ми-8. Вылет Ан-2 стоит в 2,5 раза дешевле, но есть проблема – самолету некуда приземлиться. Вот и решили продовольствие спустить на парашюте. Помимо картошки, жителям Чкалова планируют доставить еще 2,5 тонны овощей. О, отлично, отличное раскрытие. Раз, два, три. Все, отлично. Если такой способ логистики приживется, российским ученым придется заниматься новым направлением – проводить селекцию овощей на устойчивость к жестким посадкам. На этом наш выпуск завершен. Желаем всем исключительно хороших новостей. И благодарим вас за то, что вы активно комментируете наши выпуски и ставите лайки.